я настя мне девять лет шесть вот как ее теперь хейтить ребят когда настя против своего бати будет стоять на боте гига съемкой да можно гига съемка сказать да сейчас твой батя настю девятилетнюю победит подбирал долго слова так и не подобрал победит как думаете я смогу выиграть на эвелинке хотя бы здесь ребят во время игрового гайда или даже здесь я смогу проиграть на ней учитывая их драфт мне надо брать зеленый смайт на полном серьезе потому что мне нужно пережить ваншот шака пережить ваншот за это пережить ваншот мастера и мне все это надо пережить а мне нужна мобильность вообще не они скорее все сами будут у меня вбегать я прочитал я ясу чертильная тень я думаю ни хрена райт придумали Скин с названием А тут чернильная тень Чертил тут нет, ребят Почему нет розового смайта? Дискриминация Я думаю, потому что RGB Red, green, blue Типа три основных цвета Используют Замедляет и поджигает Давайте так сыграю Давайте через зеленый сыграю И самое главное Эвелинка, в отличие от Казикса Обязана брать себе зелье здоровья Потому что она не может пройти лес Не теряя здоровья, райты Забыли, сделайте ей возможность Проходить лес, не теряя здоровья Нифига, что творит моя люкс Что творит чертяга С кушки стартанул Сразу попала Что-то оппоненты не написали Ни слова мне Они что, стрим не смотрят? Да, я здесь Потому что мастер будет с красного бафа Стартовать 99% Так оно и есть Так что я могу даже обнаглеть И отсюда стартануть Да Ой, боже мой Ладно Он хочет мне запулить тогда Ну вот Поэтому и не нужно было сюда Шен идти Потому что его пул, ребят Он, типа Конечно, спасибо Но толку мне от его пула Если меня увидели Идея этого Таких пулов Заключается в том Что тебя не видят, ребят Потому что В противном случае Вы ничего не выигрываете Сейчас мастер Типа просто пойдет На мой синий И все Я, кстати, думал Что мастер будет играть на топе А Шака На позиции Лесника Но нет Ну что я Гоу смотреть Мастер без игнайта Без игнайта Я лучше сразу Хилку выпью Нет его вроде Окей Может он запоздал И сюда забег будет делать Но я шишку уже выбил Болеем за меня Вроде получилось забрать Чуть-чуть сюда Выпалю эту штуку Шака убивака Как мало здоровья Остается у моего чемпиона После фарма леса Я поражаюсь От Райетов Кстати, Эвелинка тоже может Через Доран играть Но Это, конечно, менее эффективно На ней будет Я, скорее всего, сейчас Заберу краба на реке, ребят И сразу пойду на рекол Ну или не сразу пойду на рекол Потому что у меня там Что-то творится на боте И Да Творится То, что батя всех победил Нет смысла теперь туда идти Если бы хоть кто-то остался из них в живых Я бы мог туда прийти Но после победы Бате делать там больше нечего Куплю ботинки Для мобильности И учитывая, что я заберу это Потом заберу это Эта штука у меня успеет появиться Мастер только что краба забрал У него 24 фарма, да? Да Значит, все хорошо Он ничего у меня не украл Профармился именно так Как мне нужно было А не, вон он ушел Я уж подумал Он пойдет меня обкрадывать Даже хотел его сначала встречать Вот такой маршрут, который я делаю Великолепно заходит на Бывает Так вот, что я хотел рассказать Такой маршрут заходит великолепно на Шивану Потому что вы вот прямо сейчас После забирания этого Даже если бы мастер не умер Берем Я не взял пятый? Мы должны были взять еще-то пятый А, нет, я не знаю, почему я не взял пятый Я должен был, короче, взять пятый И сразу с пятым уровнем И в 5.20 сюда бежать Но я не взял пятый Что за бред? Я на секунду подумал, что, наверное, это связано с тем, что у мастера Нулевой уровень Но смотрю, нет, у него уже четвертый уровень тоже Значит, я стопроцентный получал опыт Со всех кемпов Без понятия, почему я не взял пятый Учитывая, что Я краба успел забрать Забрал свой синий, свой красный Еще и синий у них Но Эвелинка, чтобы вы понимали Не может это делать К сожалению, Эвелинка Мусорка Райты не придумали, как сделать так, чтобы Эвелинка забирала дракона Погоди, мастер просто прибежал А, я уже хотел плакать, ребят Я уже готовился ныть Ныть на тему того, что мастер просто прибежал Типа, и они просто отдались от него Видимо, нет, ребят Ого Ого Так, эти мусорные пинги выключаем, ребят Потому что парень Во время моего выхода на ганг Не попал ни одним заклинанием Я отступил и их убил Зайд под вышкой, которая не имеет отношения ко мне вообще никакого Хочешь попинговать, как говорится, попингуй на ясу Ну, а еще лучше вообще не пингуй Ну, походу, ребят Мы этому человеку просто вот так вот делаем С его дружком пирожком Да Ну, конечно, забрал у нас Дрейка Ничего не поделать Потому что я слишком много темпа потерял Ну, с другой стороны, я 300 золота заработал У меня уже есть денюжка Но вот То, что здесь тонна фарма теряется Это плохо Пришлось выфразить эту линию Тут краб на реке Я все еще без бэка Меня это раздражает Потому что Эвелинка без бэка В отличие от Казикса Я вообще ни с кем дуэлиться не могу Вот То, что я в предыдущей игре вам рассказывал Это Небо и земля чемпион Казиксу, в общем-то С Дараном уже было достаточно урона Чтобы с любым дуэлиться Я могу фармиться И надо будет сейчас искать Где я могу сделать скиллы Наверное, самый адекватный вариант Это Шак У него нет флэша И он, скорее всего, будет Шэна опять делать Ол-ин Ясо хочет Предложить мне Повоевать против Зэда Давайте посмотрим Повоевали против Зэда, ребят Какой-то Шак Здесь оказался Что происходит Вот теперь здесь мастер Е оказался Ладно, я пойду на рекол У меня слишком много денег уже Но Тут явно Бот-лайн наш Не того уровня Скажем, прямо игрочок Наш бот-лайн Мне пришлось ульту потратить По мид-лайну Блин Ты серьезно Мастер говна Не, мастер говна Пошел синий забирать Тогда я успею Да, и наш бот-лайн опять умер Я не знаю, что там происходит Там просто Самира бежит в них двоих, что ли И они от нее умирают Или что? А там Какие ульты Люксы Ну, он забирает эту штуку Сэдли, как говорится Самиру я не убью здесь Наверное, на мид сейчас лучше выскочить Ну, я подойду просто к нему И он в тебя сделает W Я типа вот этого ждал Я без этой W Пока она у него активна Не могу типа сделать л-ин Понимаете, да, ребят? Дупо жду заклинания Кстати, мастер не догадался И не забрал Геральтку Ой-ой-ой Ясу Тебя идут курать Смогу ли я установить это? Там мне просто подсказали Что у мастера нет флэшан Сколько я понял, да? Флэша и эркини Да, я могу тогда выйти И избавиться от мастера Тогда дождемся уже Давайте объект заберем Шен, потому что улетает Я туда, наверное, уже не успеваю Заберу объект У меня будет фаст рекол Или без фаст рекола Забрать объект и тут же вызвать Наверное, это лучший вариант будет Тут же вызвать на топ Блин, туда Шака нажал ТП А у Шенда нет ТП Фига, у меня Геральтка Только что развернулась Видели? Успею? Успел Ты серьезно? О, что есть? Да дайте мне среколиться! Ребят, это... Это самые мои нелюбимые темы Когда моя команда Нон-стопом воюет Просто Нон-стопом Блин, они туда побежали Нужно всегда выглядеть Как на первом свидании Да погодите А, он тоже там Блоу, блоу, блоу Сейчас подойдут под вышку И сделаем кельцы Не волнуйся Ау, за это аккуратней Я все еще без рекола, ребят Потому что моя команда Не хочет дать тебе рекол А я не имею права Теперь бэкаться Слишком много всего Лежит на карте Чтобы это не брать Давайте среколюсь Все ж таки среколюсь Пофиг Слишком много денег На руках О, я могу целый предмет купить Так и сделаем Куплю пинг На топ Можно не бежать Можно бежать сразу За красным бафом Потому что вот эти вот штуки Мне грейдить Очень тяжело Если я не фармлюсь А я в этой игре Вообще не фармлюсь 95 фарма Это очень маленький показатель То, что союзники Тоже не фармятся Это уже их дело Я, как говорится Сам за себя в ответе Не бойся Здесь это потратить Гоу Ясу Берем Все еще ботинок нет Ботинки мне хорошую Пенетру дают У Велинки тоже есть Буст Урон по драконам Ну и по нашорам Через ульту Через яшку Но это тяжело Затаймить Мы не товардайвим? Видимо мы не товардайвим Ребят Пусть будет еще один Вообще я с этим ботлайном Не очень хочу что-то делать Но чувствую, что это нормальная тема Не уступай Добьете, надеюсь? Молодцы Я на секунду испугался за них Потому что Она под ультой Тарика Хилом И свою ульту Нажать успевает Нет, Ясуа Не умирай Блин, Ясуа Вообще МВП в этой игре Он Ходит везде По карте Обычно Просто Ясуа Против Зэда Очень плохо стоят Практика Подсказывает Мне Что Этот матчап Он не является Какой-то Сложной Но так как Количество Ясу Которые просто так Пикуют Ясу Ну просто потому что Типа Ясу Это же Ясу Да Из-за этого Практика Говорит, что Этот матчап Чаще всего Войдет в другую сторону Что еще происходит? Как у меня Шин там Кого-то убивает Так Оппоненты будут Пытаться ломать вышку А моя команда Даже не пытается Вышку защитить Они еще в другую сторону Побежали Как бы вышка Стоит здесь А они откуда-то Отсюда идут Пойдем тогда туда Не, на самом деле Мне надо идти на бот Я чувствую, что Сейчас это Райеты Я четыре раза Нажал сюда идти Почему мой чемпион Сначала так пошел Потом развернулся Потом прошел так Просто эти Автопредикшены Ходьбы Они меня просто Стипают Иногда А, мастер Мастер Вы что Вообще надо Помочь им Добить вышку Я просто боюсь Если они не добьют Вышку Они умрут От Самиры Которая сюда вернется Я прошепчу Тебе на ушко Настя Девять лет Пытается справиться С крипами Справилась Вурф Обидно, что в этой игре Даркстил Дарксил Так и не смог купить Даркстил Дарксил Вот эту штуку Темную печать Она конечно Не как Даран На Казиксе Она стаки делает И стаки можно потерять За смерть Но Видите В этой игре Конкретно В этой игре У меня все Очень хорошо Если бы я ее купил Сейчас бы уже был Куролем Ой-ой-ой Против трех предметов Эвелинки Не стоит пытаться Друг воевать А? А, он наверху Геральтка стоит Надо успеть забрать ее Минута Кто-то сюда вард поставил Я только что видел Я так понимаю Это был мастер Уя Но он пошел на медлайн После этого Так что вообще Пофиг на него Дай поцелуй Следующий Бэк мой Это либо целый Рободон Ну либо Хотя бы часть Рободона Нет никакого смысла Сейчас мне бэкаться Поэтому я Скорее всего Вызову сюда Геральтку Буду фейсчекать Фейсчек прошел Успешно Что там творится Битые Прибитые Да Но я не успею Обойти Обойти С другой стороны Да ладно Мы выиграли С флеша Но видимо Он не в курсе Что мне нужно Обязательно Перефлешиться Стан Тарика Потому что Если она успеет Дать стан Тарика Через себя Следующее Что пойдет Они продолжат Этот стан Подкидыванием Отца Меры После чего Она выдаст Ульту И поставит На себя щиток Поэтому мне надо Инста Как только Прокает Моя пассивка Ворваться И с Ешки Главное с Ешки А не с Кушки Делать врыв Вот Так Ну Ясу Конечно Хонор Хонор Ну и давайте Посмотрим Как вообще Правильно Играть Вообще Я сейчас Удивлен Что написано Что она Шестое Место Среди Всех Лесников На высоком Л-11 То есть Она все еще В топе Но Пикрейт Говорит Как раз О правильности То есть 4% Людей Это Наверное 3% Людей Это ОТПшники И еще 1% Это Рандомы То есть Получается Такое К сожалению Мне не нравятся Сами Вот эти Руны Я их Играл Только что Но Концепт Их Я объясню У вас Есть Урон На среднюю Стадию Игры Через Электрокьют У вас Есть Мобильность И у вас Есть Здесь Ваншот Комбинация С Ебал Коллекшеном Тоже И в Лейтгейм У вас Будет Газеринг Шторм Который Мобилити Пауэр То есть Если в Гипер Лейтгра Выходит То Каждый Стаг С Газеринг Шторма Увеличивается За счет Рободона То есть Вы купили Рободон И он Будет Это Давать Плюс Здесь У вас Тоже 9 Абилити Пауэр В конце Еще Здесь 9 Абилити Пауэр В конце И 140 ХП Армор И магическую Защиту Практически Нет смысла Никакого Брать Вы Все В танка Выходить Не собираетесь Поэтому Проще ХП Брать Чтобы Хотя Б У вас Начальный Пул Здоровья Был Повыше По Билду Здесь Синька Советуется Но Я уже Сказал Что Можно И то И то И то Брать Синька Если Противники Мобильные Прыгающие Ускоряющиеся В данной Конкретной Гре Мне Надо Было Просто Пережить Первый Урон Против З Того же Ну Мы Не Попали Эта Часть Портобелта Точнее Сейчас Рокетбелт Называется Я его Все еще Портобелтом Называю И После Чего Я купил Уже Целый Его А потом Уже Целый Себе Шадоу Флейм Взял Можно Играть Без Шадоу Флейма Легко Тем более Что у него Чит Винрейт Даже Низкий Но Я его Купил Из-за То Что У них Там Два Чемпиона Со Щитками Будут Я Чтобы Их Легко Пробивать Его Прикупил Ну и Плюс Early Boost Очень Большой 200 ХП Получается 100 Белетипауэр Получаете Плюс Пенетра То есть Нормальная Тема Но так Конечно В идеале Вы должны Играть Рокетбелт С выходом В Рободон Промежуточно Где-то Там Купить Ботинки Заградить Их Ботинки На Пенетру Никакие Другие Ботинки Ни В коем Случае Не Покупайте Я Не знаю Почему Здесь написано 100% Потому что Я видел Несколько Раз Как Эвеленка Покупала Кдр Ботинки Мерки Нинджа Тапки Ты на них Пингуешь Ей Она Говорит Типа Чувак Но у них Фул АД И что Из этого Что у них Фул АД Какое Отношение Имеет Фул АД К тому Что ты Покупаешь Нинджа Тапки Твой Чемпион Не обладает 12% Чаще На 12% Лучше Автоатаки Оппонентов То есть Снижать Автоатаки Оппонентов На 12% Но фишка В том Что Эвеленка Умрет Если Они Будут Давать По тебе Автоатаки Ты Не ловишь Автоатаки Это игра На реакцию Ты Ворвался С флэша Дал Весь Прокаст Ушел Ждешь Отката Заклинаний Ждешь Восстановления Здоровья Единственная Вариация Где вы Можете Себя Проявить Это Как раз Таки В Смайт Вот Видите Кстати Зеленый Смайт 52% Это Можете Себя Проявить Вариацию Там После Рободона Здесь Выбирайте Можете Баншиси Купить Иногда Жоньку Даже Можно Прикупить Например Если Зет И Шака Сильно Раскормились В этой Игре Если На Фере Какая Нибудь Тогда Можно Жоньку Купить Увидели Что Они Кучу Магической Защиты Покупают Купил Побыстрее Водь Став Сразу После Рободона Не Всегда Надо После Рободона Сразу Покупать Водь Став Иногда Лучше Даже Лич Бэн Взять Потому Что Здесь Выше Скорость Передвижения У вас 8% Плюс Еще У Евелинки Очень Хорошо Скелется Ее Начальный Показатель Силы Автоатаки Под конец Игры Что По Типу 150 Автоатака А Эта Штука Скелется От Урона С Автоатаки То Урон Здесь Классный Выходит Раньше Статика Можно Было Брать Сейчас Статик Нельзя Брать К Сожалению Здесь Я Смотрю Морелка Вообще Не Предлагается Я Не Считаю Что Морелка От Нее Вообще Надо Отказываться Она Дает Сейчас 10 Пенетры Дает 90 Абилити Пауэр 200 Хп Вполне Нормальная Тема Даже По Стотам Не Говоря О том Что Есть Там У них Сарака С Серафиной На Мидлейне На Топе Атрокс На Декерик Кто-нибудь С Адхилом Там С Самира Та же Самая И Лесник Еще С Адхилом Вполне Нормально Покупать Ее И Единственное Что Надо Запомнить Наверное Еще Запомнить Помимо Того Что Рободом Это Всегда Запоминайте Они Не Заменяются На Личбейн Они Заменяются На Космик Драйв То есть Если У вас Есть Вариант Пять Уже Предметов Имеется Вам Нужно От Ботинок Избавиться То Вы Не Избавляйтесь В пользу Личбейн Избавляйтесь Всегда В пользу Космик Драйва Здесь Выше Скорость Передвижения Здесь 100 Обилити Пауэр И Самое Главное Обилити Хейст То есть У вас Откаты Заклинаний Очень Быстро Будут А Личбейн Это Скорее Как Добавочный Предмет И Скорость Передвижения Здесь Работает От Скорости Передвижения Которая у Вас Уже Есть То есть Если Вы Заменяете Личбейн На Ботинки То Вы Теряете Скорость Передвижения А С Эта Штука Вы Не Теряете Скорость Передвижения Потому Что Он Увеличивает Вам После Вашего Заклинания Скорость Передвижения То есть Он Как Гост Работает Там Четыре Стака Четыре Стака Вы Сразу Заработаете Это Типа W Прок W E Q Скорость Передвижения У вас Адовая Да Вы Изначально Будете Ходить Медленнее Потому Что Здесь Всего 5 Процент Скорость Передвижения Здесь 8 Но Изначально Вам Не Особо Нужна Позицию Занять Будучи Невидимым Чемпионом Легко Но Любой Каз По Оппоненту Сразу Даст Вам Супер Врыв Чик А так Да В этой Гре Конечно Не Показательно Получилось Потому Что Мастер И Вообще Не Играл К сожалению Хотелось Чуть Чуть По Напряжнее Игру Но Не Вышло